Ты искупил мир Слава Тебе величие Слава в веках и народа Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Слава Тебе величие Слава в веках и народа Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Вдали от тьмы земных сует Весь край, где Божий свет царит Сияет в радостных лучах Там город чудный В тот край стремлюсь всем сердцем я Увидеть Господа Христа Нет больше счастья для меня Чем славить Слава Тебе Иисус наш Слава Тебе величие Слава в веках и народа Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Слава Тебе величие Слава в веках и народа Сила Твоя безгранична Слава Тебе Милость Твоя во все роды Слава Тебе величие Слава в веках и народа Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Слава Тебе величие Слава в веках и народа Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Иисус наш Мы прославляем имя Твое Благодаря Тебя за Голговский крест Сегодня Господь наш Слава Тебе Благодарю Тебя Господи То что мои грехи Ты взял на крест И больше не вспоминаешь Господь мой Слава Тебе Я благодарю Тебя за прекрасную милость Господь мой явленную каждому из нас Слава Тебе Господь Благодарю Тебя в это прекрасное утро Воскресное Господи Ты с нами здесь сейчас Я благодарю Тебя Иисус мой Дорогой Господь Я прошу Твое благословение Для каждого из нас Прошу милости Господи И благодати Мы так нуждаемся сегодня Господи Чтобы встретиться с Тобой И иметь общение с Тобой Господь Потому что Ты теперь не мертв Жил Господь мой и воскрес И победил смерть Господь мой слава Тебе Я благодарю Тебя за эту победу Господь мой слава Тебе Да чтоб каждое сердце Сегодня в этом собрании Оно имело общение с Тобой Господь мой И мы могли бы Господи Прославить Тебя И мы могли бы услышать голос Твой Слава Тебе Иисус наш Слава Тебе Пускай будут открыты источники Господь мой Твои С которых Ты изливаешь благодать На сердца жаждущие и нуждающиеся Господи Мы сегодня особенно нуждаемся в Тебе Слове Тебя Божие Ты так великий Господи Я знаю то что у Тебя есть выходы Из самой сложной ситуации Господи я знаю то что Ты поддержишь Того кому тяжело особенно сегодня Господь наш Иисус Слава 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 Тебе Слава Тебе Господь наш Мы хотим Господь иметь это общение с Тобой И благословить Благословить имя Твое Святое Иисус наш прекрасный Господь Ты достоин всей славы Ты достоин хвалы Отец наш мы славим Тебя За Сына Твоего Который Ты отдал И не пожалел для нас Чтобы мы жили Господь наш Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе наш Иисус Мы благословляем имя Твое Аллилуйя Тебе Иисус Иисус Как Ты дорог для меня Иисус В нем лишь Ты Моей мольбе О, Иисус Поднимешь Ты Колю паду Как Ты дорог Дорог для меня Иисус Как Ты дорог для меня Иисус Как Ты дорог Для меня Иисус В нем лишь Ты Моей мольбе О, Иисус Поднимешь Ты Колю паду Как Ты дорог Дорог для меня Иисус Я буду восхвалять Тебя Иисус Ты без начала И конца О, Иисус Ты умер и отнял Мой грех Как Ты дорог Дорог для меня Иисус Ты обещал Прийти сюда Иисус Иисус Мы ждем Тебя Открыв сердца О, Иисус Услышь Ты Наши Голоса Как Ты Дорог Дорог для меня Иисус Я буду восхвалять Тебя Иисус 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 Ты без начала И конца О, Иисус Ты умер и отнял мой грех Как Ты дорог 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 для меня Как Ты дорог Как Ты дорог Дорог для меня Церковь Божия Скажем еще раз Слава нашему Богу Пользуясь случаем Я также хочу поздравить вас Уже с наступившим Новым годом С Рождеством Христовым Пожелать вам Ну, наверное Ценно очень здоровье В наше время Вот Ну, и не только здоровье Чтобы более всего Наверное, чтобы Были какие-то особо Духовные благословения Чтобы была Укреплялась наша вера В этом предстоящем году Чтобы мы Не упали Не пошатнулись Но чтобы были тверды В следовании За нашим Господом Иисусом Христом Я буду очень краток И сегодня Весера Господня Поэтому я прочитаю Первое послание Вернее, не послание А Евангелие от Иоанна Первая глава Первый стих В начале было слово И слово было у Бога И слово было Бог Оно было в начале у Бога Все через Него Начало быть И без Него Ничто не начало быть Что начало быть В Нем была жизнь И жизнь была свет человеку И свет во тьме светит И тьма не объяла его Был человек Посланный от Бога Имя Ему Иоанн Он пришел для свидетельства Чтобы свидетельствовать О свете Дабы все Уверовали через Него Он не был свет Но был послан Чтобы свидетельствовать О свете Был свет истины Который просвещает Всякого человека Приходящего в мир В мире был И мир через него Начал быть И мир Его не познал Пришел к Своим И Свои Его не приняли А тем Которые приняли Его Верующим Во имя Его Дал власть Быть чадами Божьими Которые не от крови Не от хотения плоти Не от хотения мужа Но от Бога родились И Слово Стало плоти И обитало с нами Полное благодати И истины И мы видели славу Его Славу Как Единородного От Отца Наша планета Земля Совершила еще Один круг Вокруг Солнца Не сейчас На своих плечах Это огромное По количеству Человечества Более 7 миллиардов Людей И когда Встречали Новый год По часовым поясам Люди радовались Складывали какие-то Надежды На будущий год Было и безудержное веселье И может быть и беззаконие И этот мир По-своему отмечал Начало этого Нового года И вы знаете Может быть Многие Лелеют какие-то надежды На лучшее будущее И может быть Когда еще продлится жизнь И мы доживем до следующего Нового года Наша планета недосчитается Примерно около 100 миллионов человек Но родятся новые люди И придут в этот мир И если еще продлиться жизнь на Земле Хотя Последние события Далеко не оптимистичны И планета переживает И экономические кризисы И погода Нас удивляет И прогнозы Многих психологов Многих ученых Далеко Не оптимистичны Наоборот Как-то Ну чем дальше Тем более Люди склонны к тому Что Наша планета Движется к какому-то Определенному концу И говорят так Что К 20-му году Основная болезнь Населения Будет депрессия Около 80% Может быть охвачено людей Это не великая депрессия В Соединенных Штатах Которая была в 28-м году Это наверное Охватит весь мир И на Земле Уныние народов Как бы Нам не хотелось Какие-то складывать Радужные надежды Но судя по тому Что происходит В этом мире Судя по тому Что Мы видим Своими глазами Приближается Пришествие Господне И Я прочитал Вот этот Открывок Начало Первой главы Евангелия от Иоанна Где Иоанн Таким Интересным образом Описывает Начало В начале Было Слово И Слово Было Бог И Какое-то повествование Такое Интересное У Иоанна Он был простой человек Сын рыбака Но Все его послания Когда мы читаем Они Имеют Очень глубокий Смысл И написано так Что Две тысячи Лет назад Землю тоже Объяла Эта тьма Люди находились В таком растерянном Состоянии Четыреста лет Молчали пророки Иудея И Евреи Которые ожидали Мессию Уже многие Наверное Опустили руки И Не знали Что ожидать Но Иоанн Написывает Что Пришел Свет В этот мир И подарил Людям Эту Надежду Мы благодарны Богу За то Что Спустя Уже Две тысячи Лет Этот свет Который Просвещает Написано Сердца Людские Который Рождая Человека Для жизни Новой Осветил Когда-то В свое Время И нас Вами Братья Сестры Сегодняшняя Вечеря А то Как рассуждение Написано Кто Есть и пьет Не рассуждая О теле Господнем Поэтому У меня нет Какой-то Целенаправленной Проповеди Но Сегодня я коснусь Просто Некоторых Рассуждений О том Как жил Нас Спаситель Удивительно То, что Иоанн Креститель Вот О нем Мы Иногда Так проповедуем Вспоминаем Это была Уникальная Личность Который Был Предтеча То есть Тот Который Пришел Приготовить Путь Христу И о нем Христос Свидетельствует Что он Что не было Человека Больше Рожденным Женами Чем Иоанн Креститель В глазах Божьих Это был Великий Муж Но Иоанн Ученик Его Сказал Что Он Не был Свет При всех Его Таких Прекрасных Качествах При послушании Богу Он Что он Не был Свет Он Шел Приготовить Путь Истинному Свету Который Пришел Этот Мир И Христос Пришел Вот таким Необыкновенным Образом На эту Землю На планету Где совершалось Множество Злодейств Где Было Множество Идолопоклонства Где Множество Было Беззакония Убийств Горечи Войн Родился В яслях Наш Спаситель Иисус Христос И Свет Пришел Вот этот Мир Может быть Совсем Немногие Люди Увидели Этот Свет Пастухи Которые Увидели Ангелов Славящих Имя Господа И еще Некоторые Мудрецы Но Все-таки Мир В общем Не узнал Время Посещения Его И написано Пришел К Своим И Свои Не приняли Его Удивительно Было то Как жил Христос На земле По представлению Наверное Многих На то время Фарисеев Священников Саддукеев И прочих Скажем Религиозных Кругов Израиля Все думали Что будет Какой-то Избавитель Какой-то Такой Особо Ну Царственная Особа Какая-то Которая Будет Воседать Где-то Учить Где-то Что-то Делать Такое То есть Иметь Какое-то Представительство Здесь На земле Иметь Сам В себе Какой-то Вид Царственный Но Увы Иисус Христос Был Совершенно Не такой Как представляли Его священники Как представляли Его книжники Фарисеи Он был Прост И в то же самое Время Не сидел Где-то На возвышенном Месте Не расширял Свои хранилища На лбу С Буквами Закона Или Писаниями Вот Но Шел В этот Народ Шел К погибшим Овцам Израиля Был Среди Мытарей Был Среди Грешников И Врачевал Исцелял Благовествовал Проповедовал О Царстве Небесном И люди Слушали Его И умилялись Сердцем Что-то происходило В сердцах людей В сердце Того же самого Закхея Который Ну Можно сказать Родился При посещении Иисуса Христа Его дома И сказал Все Имение мое Раздам Нищим Что-то случилось С той грешницей Которая омывала Ноги Иисуса Христа И ушла Оправданной Более Оправданной И это так Было непонятно Для людей Непонятно Для священства Непонятно Для фарисеев И они Ища уловить Его Посылали разных людей Вот Приходили искусить Его Иродиане Фарисеи Некоторые Оподати Кесарю И он очень мудро Очень точно отвечал Что Не было Даже Как-то Противоставить Что-то Этим мудрейшим Ответом Иисуса Христа Кесарю Кесаре Кесарево А Богу Божье Саддукеи Которые Не верили В воскресенье Тоже Пришли с лукавством Задали вот этот вопрос Кому Будет в Царстве Небесном Эта жена Которая имела Семь мужей Простой Простой Доступный Ясный Ответ И Фарисеи Которые Искали Уловить Его И один из них Удивительно Так как Спрашивал Какая Большая Из всех Заповедей И Удивительно Христос Ответил Вернее Задал вопрос О том Фарисею И Фарисей Сам Ответил На этот Вопрос Что Наибольшая Заповедь Люби Господа Бога Всем Своим Сердцем Разумением И Ближнему Своего Как Самого Себя Иисус Христос Увидел В этом Сердце Что Он Правильно Понял Начаток Пути Божьего И Сказал Недалек Ты От Царства Небесного Недалек То есть Уже Какой-то Луч Надежды Просиял В сердце Того Харисея Которого Очень Много Было Заповедей На то Время Сотни Их И человеческих И Божьих Было И Иисус Христос Был Прост И В то же Саверное Очень Величественен Его Простые Слова Немногие Слова Они И Сейчас Удивляют Многих Ученых Теологов Многих Людей Которые Находят В нем Глубочайшую Глубину Бездну Познания Эти Слова Меняют Людские Сердца Совершенно Меняют Мышление Человека И Многие Люди Которые Следуют За ним Меняют Образ Жизни Некоторые Которые Служили Скажем Своим Взглядом Своим Понятием Начинают Служить Богу Оставляют Все Становятся Миссионерами Становятся Великими Мужами Божьими Сосудами В руках Нашего Господа Иоанн Его Судьба Креститель Я имею ввиду Была Удивительна Казалось бы Он Ожидал Мессию Он увидел Того Кто берет На себя Грех Мира Он увидел На нем Сходящего Духа Святого В виде Голубя И сказал Такие Удивительные Слова Ему Должно Расти А мне Умоляться Я не думаю Что Иоанн Знал Свое Будущее Может Он Представлял Немножко Другим Но вот Пришло Это Время Когда Посадили Его В темницу И там Находясь В темнице Долгое Время Он Не понимал Почему Вроде Как Приготовил Путь Господу И пришли В его Жизнь Какие-то Сомнения Тот ли Это Послал Учеников К Иисусу Христу И Иисус Христос Сказал О нем Высокие Слова И ученики Пришли И доложили Иоанну Что Больные Исцеляются Хромые Ходят Благовествует Царствие Чудесами И знамениями Иоанн Успокоился Хотя Участь В скором Времени Была Ну По нашим Человеческим Меркам Печально Но Он Я знаю Что Взошел Небеса В великой Славе Потому что Он Приготовил Путь Господу Для нас Человеков Это сложно Понять Своим Разумом Сложно Уразуметь Пути Господни И Братья Сестры Наша С вами Судьба Наш С вами Путь Христианский Он Во многих Случаях Непонятен Не Всегда Можно Понять Почему Господь В нашей Жизни Делает Какие-то Корректировки Изменения Иногда Мы Думаем Для чего Это Нас Постигло Почему Мы В таком Состоянии Но Господь Знает Каким Путем Нас Вести И Мир Который Может быть Более И более Теряет Надежду На Лучшие Времена Мы Как Христиане Должны Обновиться В нашей Вере Мы Должны Все-таки Еще Больше И Больше Укрепиться В нашей Вере Потому Что Глядя На Происходящее Событие Мы Знаем Кого Мы Ожидаем Мы Верим Того Кто Избавил Нас От Всякой Власти Греха От Рабства Греха И Поставил На Путь Спасения И Перед Нами Этот Путь Который Далеко Непрост И Сложно Порой Его Бывает Пройти И Много Мыслей Много Борения Как Примерно Было И у Иоанна Крестителя Много Вопросов Но Я Верю Что Господь Своих Не Оставит И Он Пришел Своим Которые Сердца Наш Разум Наше Естество Просветил Сын Божий Иисус Христос В мире этом Существует Такое Мнение Что Ну Как Бы Может Быть Оно Посещает Иногда И Нас Христиан Что Бог Так Далек От Меня И Кажется Совсем Уже Забыл Меня И Многие Так Рассуждают Что Кто Я Такой Пред Господом Я Ну Понятно Там Проповедники Епископы Ну Понятно Там Какие-то Видные Люди А я Вот В таких Условиях Мне так Тяжело И Кажется Совсем Бог Забыл У Меня Столько Болячих Столько Болезней Столько Проблем Но Исаия Говорит Что Он Имел Вот Эти Немощи И Написано Так Что Он Был Обезображен Что Он Не имел Ни Вида Ни Величия Как Мы Иногда Тоже Считаем Что Ну Кто Мы Такие Пред Господом И Он Написано И Познал Болезнь И Он Терпел Какую-то Боль Какое-то Неудобство Лишение Многие Скажут Что У меня Может быть Трудные Какие-то Жизненные Обстоятельства И Житейские Условия Нету Какой-то Квартиры Комнатки Но Иисус Христос Написано Так Не имел Этого Жилья И Не было Где ему Преклонить Эту Голову Терпя Лишения Недостатки Терпя Вот эти Иногда Насмешки Иногда Лукавства Иногда Вот эти Искушения Он 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 Был Был И Кто Он Пришел Чтобы Спасти Человека И Исайя Говорит Кто Поверил Слышанному От нас И Описывает Иисуса Христа Совершенно В другом Свете как того ожидали фарисеи, книжники и священники. Это для нас ярчайший пример, ярчайший пример следования за Господом, пример того, что мы, может быть, в наших лишениях, в наших трудностях, в наших болезнях не должны унывать, не должны падать духом, потому что этот путь, по которому мы идем, уже прошел Сын Божий Иисус Христос, оставил славу неба, хоры ангелов. Это прекрасное место, и пришел на эту землю, чтобы люди имели эту надежду, чтобы люди имели спасение, чтобы люди имели эту истинную радость в Иисусе Христе. В последнее время так мало радости наблюдается и в христианстве, какое-то уныние постигает. Но Иисус Христос, понимая то, что придут эти времена, придут эти трудные времена на землю, сказал слова, что «восклоните головы ваши, ибо приближается избавление ваше». Придет это время, и мы оставим эту нашу телесную храмину, и там, как мы поем в одном псалме, в вышине бесконечной, между планет, город стоит, город вечный, где уже не будет ни плача, ни болезней, ни рыданий, ни каких-то лишений, ни трудностей, ни вот этого холода иногда, как, скажем, вот выражение, есть такой холод бестелесной вселенной, где негде согреться человеку, но там Христос, наш любимый учитель, отрет всякую слезу из глаз человека лично каждому, если она там будет на небесах. Казалось бы, такое количество людей, как каждому, но будет так, братья и сестры. Слово Божье, оно не обманывает, оно истинно, верно и правильно. Если оно было в начале у Бога, и это слово было Бог, то оно будет и в конце. Поэтому, братья и сестры, все лучшее у нас еще впереди. Обновитесь надеждой на нашего Господа, среди этих трудностей, среди, может быть, каких-то неудобств, есть эта твердая надежда и упование на Господа нашего Иисуса Христа. Если Он нас избавил, если Он нам открыл эти духовные глаза, и мы увидели и познали истину, путь и жизнь, то даруется нам все. И это скорбь, и это печаль, может быть, в утрате близких, родственников, и печаль, может быть, житейская, она уйдет в свое время. Мы узрим того, кто спас нас. Братья и сестры, иногда, кажется, мы когда слышим вот эти слова, ну, кажется, ну, как-то, скорее бы вот это вот все настало. Сейчас мне так плохо, сейчас мне так холодно, сейчас мне некому утешить, но я верю, что придет, придет это утешение. Я Дух Святой, я верю, что утешит каждое сердце того, кто, может быть, смирясь перед нашим Господом, склонив колени, взыщет ее всем своим сердцем и разумением. Дух Святой, который сейчас на земле сохранит церковь для оного дня, когда придет это время, и мы будем восхищены на небесах, если это время придет в нашей жизни. А если нет, то мы имеем эту надежду на вечную жизнь, имеем этот небесный город Иерусалим, в котором будем жить вечно. Поэтому, братья и сестры, не грустите, пусть вас Бог все благословит, даст вам утешение, даст вам эту твердую веру и упование на Господа нашего Иисуса Христа. Давайте склонимся и прославим нашего царя царей. О, нет безгрешней, распятый мой Господь, За грех мой вознес на крест мою и плод, Предал ты себя на мучение креста, И в смерти открылась любовь твоя, Напрасна ли жертва твоя, Господь, Господь Христос, Так много страдая ты принял и слез, И умер за грех, Крой меня возлюбляй, О, как мне прославить достойно тебя, Смогу ли позабыть, Что из грех ты сам меня, Из безд и греха ты дал мне жизнь навсегда. О, слава тебе, Мой Господь, И хвала, Что в смерти открылась любовь твоя, Любовь твоя, Любовь твоя, Дух святой, Утешитель, Открой во мне Христа, Все свои заботы и всего самого себя, Верой полагаю я всецело на тебя, Иисус, Иисус, Иисус. О Отец, О Отец, О Отец, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой Дух Святой, прошу, бреди, смиренные сердца О, прошу, покрой меня теплом любви Отца Удали сомнения и всякий греки страх О, напомни сердцу освященных небеса Иисус, Иисус, Иисус О, Отец, О, Отец, О, Отец Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой Я хочу с тобою слиться и дышать тобой Ты освобождаешь и даешь душе покой Святостью окружишь и осветишь путь земной Царствовать на небе буду вечно я с тобой Иисус, Иисус, Иисус О, Отец, О, Отец Дух Святой, Дух Святой Словом жизни, Господи, О, оживи меня Дух Святой, утешитель, открой во мне Христа Все свои заботы и всего самого себя Верой полагаю я всецело на тебя Слава Господу, братья и сестры, присаживайтесь У нас впереди группа деток воскресной школы В воскресной школе у нас очень много деток И каждая группа готовилась, чтобы в новогодние Рождественские праздники выступить И чтобы было нам назидание, Господу во славу Эта тоже группа готовилась Они заранее еще предупредили и волнуются сейчас Мы вас благословляем, желаем слышать вас Пожалуйста Продолжение следует... И свет сиявый не погас, любовь и мир Иисус спаситель среди нас, Иммануил Как мне радостно, Спаситель, Своя Рождество Ты открыл в небе слабитель, Ты спасение, я мое Сегодня Рождество Христово Мы празднуем рождение снова Младенца нашего Христа Везде такая красота Ликует все, душа, природа И хвалят Бога все народы И звезды льют прекрасный свет Небесной радости, привет История подави, а в честь-то родит Чуть, чего, все начали надеться и счете Спаситель родился, Спаситель живет Хоть небо открылся, Христос нас там ждет Рождество Рождество Рождество, какое счастье Ах, как любит нас, наш Бог Он дано, дано, на себе Сосети на себе смог Пойдемте, дети, выфлеем Нас радость посетила Отец небесный людям всем Да, Эннаму Ира Ниндзя-ангель нам спустится И папе Христов родится Мы песи Христов посадить А вас пасекам поздать Той ночью родился малютка Христос Он радость великую людям принес Ему поклониться Что пришли пастухи, подарки свои мудрецы принесли Сегодня ему отдаю я сердечко Он любит меня так, как пастыра овечку В небе звезды гаснут Это праздник света Там зашел Иисус Христос Пусть узнает о днем планета Кто спасение в мир принес Вот и настал этот день День нас, день Христа Мы воспоставить хотим Аташный день торжества Мы читать не умеем Мы плохо умеем читать Но мы точно знаем Что пастник сегодня у нас Сегодня день нас, день Христос Спасение для каждого из нас Светлый праздник Рождества С неба льется пение Богу слава и хвала За Христа рождение Оглашается простор Слышно пение в высоте То поет небесный хор О Спасителе Христе Иисус явился в мир Чтобы ты был счастлив Чтоб позвать тебя на пир Он лежал там в яслях Так идишь к нему теперь Не блуждай ты в мире Для Иисуса сердце дверь Распахни пошире Как тихо мерцает И звезды Было совсем уже поздно Как и осень в дно В пещере труппой Стоят там, наверное, иглёнки Не было тёпых пелён И не было света в жилище Спаситель одежды как ничь Он радость смеётся И спасение Спасибо ему за рождение Это весь святая Неизвестна всем Многие знают город Ифлиен Там одна же Ночью ясно для скота Там явился людям Бога, человек И как-то в душе Там одна же ночь Ясно для скота Распахни очень видели Я про ночь Это вспоминаю И на сердце холошу От того, что твёрдо знаю С формы спасения моё Как звёздочка на небе горит С деревьям у ёлочки Мама говорит Наступило Рождество Наступило Рождество Наступило Рождество Наступило Рождество Хочется, хочется Спать нам не хочется На этом рождестве Хочется, хочется Город Ифлиен Посмотреть на Торжество Наступило Рождество Там, где было Рождество 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 Пусть Господь благословит, если можно высветить на экране, песню на экране, если можно, на далеком холме. На далеком холме старый крест виден мне, знак позора, страданий и пуг. О кресте мы поем, потому, что на нем был распят лучший грешник, а вдруг. Старый крест осудил суету, дал покой для усталых сердц. Пусть Господь благословит, если можно высветить на экране, песню на экране, песню на экране, песню на экране. нет старый крест обогрел но не страшен мне он в нем открылась нам Божья любовь. Кроме Иисуса Христа пролилась со крестом, чтоб меня искупить от грехов. Старый крест осудил суету, дал покой для усталых сердцей. Я душою прильну ко Кресту, без Него обрету я венец. Старый крест позабыт, мир в погибель спешит. Крест Христов наша сила и честь. Вечный с неба сходил, на земле в теле жил, чтоб его на Голгофу отнесть. Старый крест осудил суету, дал покой для усталых сердцей. Я душою прильну ко Кресту, через Него обрету я венец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот на что я себя отдаю. На скитаньи земном Вереду вечный дом Он меня примет в славу свою. Субтитры создавал DimaTorzok Старый крест осудил суету, дал покой для усталых сердцей. Субтитры создавал DimaTorzok Я душою прильну ко Кресту, через Него обрету я венец. Субтитры создавал DimaTorzok Я душою прильну ко Кресту, через Него обрету я венец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господи, мы благодарны Тебе за то, что, Господи, Ты здесь, Господь. И Ты хочешь, Господи, сегодня утешить каждое сердце, Господь. Через кровь Христа, через Твою кровь мы имеем, Господи, этот покой, Господь. Хвала Тебе и слава Тебе, Боже наш. Благодарим Тебя, Господи, Боже. Слава и Аллилуйя Тебе. Слава Тебе и хвала Тебе, Боже. Слава, слава, Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, Боже. Этот старый крест, Господь, возвещать и Христу призывать. Вот на что себя я отдаю, Господь. Боже, сегодня, Господи, Боже Иисус, помоги нам, Господи, посвятить, Господь, Боже, нашу жизнь, Господь, Боже, для того, чтобы следовать, быть последователем Твоим, Господь, Боже. Не просто зрителям, Господь, Боже Иисус, но учеником Твоим, Господь, Боже. Благослови, Господь, освети, Господь, каждое сердце, Господь, в этом новом году, Господь Божий. Помоги нам приблизиться к Тебе, Господь, узреть, Господь, Тебя, Божий Иисус, и прославить Тебя, потому что Ты один достоин хвалы, Ты один достоин славы, Божия. Аллилуйя, Господь Иисус, Господи Божий, в это последнее время, Господь Божий Иисус, помоги нам, Господь Божий Иисус, отрезвиться, Господь Божий Иисус, И, Господь, быть готовыми, Господь Божий Иисус, к тому, Господи Божий, что Ты сегодня, Господь, скажешь, Господь нам, Господи Божий, благослови каждое сердце, Господь Божий Иисус, стревожь сегодня, Господь Божий, и проговори, Господь, слово Твое, дай нам услышать Тебя, Господь Божий Иисус, и останься с нами, Господь Божий, на этот час, на это служение именем Иисуса Христа, Господь, благословляем это служение, это час. Тебе хвала, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогое собрание, дорогие братья и сестры, давайте скажем слава Господу. Мы пропели, или нам было пропето, а мы в конце уже присоединились молитвенно к этому гимну. Старый крест, но он не устаревший. Очень старый, но никак не устаревший. Он по-прежнему имеет силу, он по-прежнему привлекает, он по-прежнему делает то, ради чего был воздвигнут. Но не сам крест, не крест сам по себе, а тот, кто висел на этом кресте, являет из себя для нас самую великую ценность. Братья и сестры, мы с вами уже вошли в Новый 2016 год. С 31 на 1 или 22 часа. 31 числа у нас было последнее собрание в ушедшем году. И мы молитвенно переходили в Новый год. Ну, я верю, что это было угодно Господу. И поэтому хочу поздравить вас с Новым годом, пожелать вам мобильных Божьих благословений в наступившем году. Какие-то планы, какие-то желания, мечты, ожидания, чтобы они сбылись. И я всегда говорю, чтобы сбылось то, что в Божьей воле. Потому что иногда бывает, что у нас желаний много, а половина из них или добрая часть из них, они в Божьих планах, их вообще нет. Они противны Божьему сердцу и Божьему пониманию. И хочу также поздравить всех вас с Рождеством Христовым. Потому что мы еще в процессе празднования. И мы очень рады, что можем долго праздновать. Следовательно, есть возможность много говорить об этом. Господь, да, благословит всех вас в одни эти праздники и в этом наступившем году. Аминь. Присаживайтесь. Я был очень благодарен Богу, когда последнее собрание прошедшего года было настолько многолюдным. Так я посмотрел на балкон внизу и показалось, что это было утреннее воскресное богослужение. У нас было много гостей, ехали некоторые издалека, чтобы вместе с нами искать Господа, чтобы вместе с нами поклониться Ему, чтобы вместе с нами благодарить Его за прошедший год и также просить Его благословения на год наступающий, а сейчас уже на год наступивший. И если вы помните, мы с вами определили наш, ну, если правильно так выразится, девиз или наш ориентир на год наступивший на фоне, я бы сказал, вызова у последнего времени и обстоятельств, среди которых идет церковь и того, что происходит среди Божьего народа, думаю, что это было очень актуальным и необходимым, чтобы объявить именно такой курс. Павел Апостол писал в 1 Коринфянам 2, 3 «Слово и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». И следующий текст, знаете, пятый. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Явление Духа и силы. Люди повсеместно об этом говорят, люди к этому стремятся, люди этого ищут. Я знаю, сегодня есть такое очень мощное движение в мире, которое именуется как «поймай огонь». И люди хотят поймать огонь, проповедуют о том, что вообще тема огня, она прослеживается через все священное писание, от одной обложки до другой, и она занимает очень много места. И мы видим, что огонь постоянно должен был гореть на жертвеннике. Когда сходил Дух Святой, то как бы пламени огня были, языки огненные, и везде мы, значит, Христос говорил, огонь пришел, я неизвестно, землю, как бы хотел, чтобы он уже возгорелся. И люди хотят поймать огонь, но, братья и сестры, я хочу сказать, это может быть возможным только тогда, когда будем двигаться верным курсом. Бог никогда не станет сотрудничать с теми людьми, которые идут согласно своих принципов, которые утверждают свои правила и свои понимания, и они уверены в том, что они правы даже тогда, когда на самом деле священное писание не подтверждает их правоту. В этом наступившем году мы с вами впервые будем совершать это важнейшее служение трапезу Господню. И хочу сказать, что даже во время возвещения или провозглашения самой великой вести для нашей планеты уже в этой вести прослеживалась тема Голгофы, креста, страданий и смерти. И даже не там, а еще раньше. Мы читаем Матфея 1, глава 19, 21 стихи, по 21 стихи. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившиеся в ней есть от Духа Святого, родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И, братья и сестры, я хотел бы предложить вам представить, вот пастухи на поле темно, брат Виктор вначале об этом говорил, что тогда было, как и сегодня, какая-то безысходность, какие-то страхи, тревожные ожидания. И вот эти пастухи, они тоже понимали, все люди чувствуют, даже написано, вся тварь совокупно стянает и мучается. Вот, и они ощущали это давление, этот прессинг, и вдруг тьма ночи разорвалась, и ангел явился и сказал, не бойтесь, вот там вот родился вам Спаситель, который есть Христос Господь. И вот слова ангела и то, что мы видим здесь, оно согласуется, потому что уже там в этом термине Спаситель, да, действительно прослеживалась мысль о Голгофе, о кресте, о страданиях и о смерти Иисуса Христа. Другой ангел явился, значит, там Иосифа, а здесь, я уже говорил, над полями Вифлеема, и везде мы прослеживаем эту мысль о кресте, о страданиях и о смерти Иисуса Христа. Сегодня мой первый брат перед самым началом собрания зачитывал Иоанна 3,17, сказано, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Крест везде следовал за Христом, чтобы однажды стать нужным и стать востребованным. Даже через имена, которые упоминаются в Священном Писании, мы находим, что Бог провозглашал или уже заострял внимание, что это будет Захарий, когда он нес свое служение согласно череды или очереди своей, явился ангел и сказал, что Елисавета, жена твоя, родит сына. И он не сказал, назови его как-нибудь, а какое имя вам нравится, какое сегодня популярно в Израиле, как другие называют, так бывает, что вот какое-то время пришло. И все одно и то же имя дают. Проходит это, затем другое имя. А ему было сказано, что имя младенцу, который будет рожден у вас, будет Иоанн. А Иоанн – это Божье благоволение или Господь сжалился, или Господь помиловал. Или же Иосифу было сказано, назовешь его Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Иисус – Иешуа или Спаситель. Христос – это Мессия или Помазанник. Затем Симеон, благословляя Иосифа и Марию, сказал Марии, «Все лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». А стих 35 говорит, «И тебе самой оружие пройдет душу». И Анна в 39 стихе, читаем, говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И здесь, и в случае с Симеоном, и в словах Анны, мы чувствуем просто мысль о кресте и о страданиях Иисуса Христа. И уже апостол Павел в 1 Коринфянам 1 главе 18 стихом пишет, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья». Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Люди, которые далеки от Христа и в культуре того времени, крест – это было самое позорное место, это была самая позорная казнь. И то, на что другие смотрели с презрением, просто не могли представить, как такое явление можно воспринимать как нормальное явление. А мы смотрим на крест с благодарностью, с благоговением и с трепетом. Даже когда брат исполнял эту песню о старом кресте, то я видел, как у многих из нас на глазах были слезы. Кто-то сказал, что без креста нельзя обнять Христа. То есть, если бы мы ввели речь только о кресте как таковом, то в этом нет смысла. Но если мы ведем речь о кресте, на котором умирал наш Спаситель и Господь, за мои грехи, за мою вину, за наши преступления, если я верю, что Он умер именно за меня, то таким путем я получаю спасение. Очень многие люди верят в то, что смерть Иисуса Христа совершилась. Но они, думая или говоря об этом, они провозглашают, что там на кресте умер величайших из учителей, которые когда-либо были на планете. Он имел хорошие организаторские способности. Он был хорошим лидером, если толпы людей ходили за ним. Он был оратор очень сильный. Он говорил очень важные вещи, которые где-то свойственны или актуальны для людей, живущих во все времена. И можно еще очень много наговорить о нем, но если не добавить ко всему этому, что там на кресте умирал Божий Сын, взявший мою вину, мои грехи на себя, и умер, то в этой смерти для нас не было бы никакого смысла и никакой пользы. И вот Исаии 53 глава, 10 стих, сказано, но Господу угодно было поразить его. И когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. И, братья и сестры, я ограничусь, я не буду дальше проповедовать, потому что я чувствую, что мы затянем время. Что же от нас требуется сегодня? Вот когда мы в начале года как бы вот тезисно посмотрели на все вот эти стороны, и понимаем, что он умер, понимаем, что мы по-прежнему в церкви, понимаем, что перед нами дорога, понимаем, что, возможно, в Новом году будут трудности, испытания, скорби, теснота, борьба будет по-прежнему. И однажды к пастору пришла одна сестра и сказала, просто не могу больше терпеть. Как будто все трудности, которые есть на планете, они свалились на мою голову, пришли в мою жизнь и мою судьбу. И он дал ей сосуд и сказал, походи по соседям. И в том доме, где вообще нету проблем, где вообще нету трудностей, где идет налегке в припрыжку, пусть тебе нальют эту чашу дополна, и ты принеси мне ее. И она пошла, долго ходила из одного дома в другой и спрашивала, есть ли у вас какие-либо трудности, переживания, скорби, неудобства, неудачи. Вот если нету, то налейте в мою чашу. И когда она вернулась обратно, он посмотрел на ее испытывающие и спросил, ну что, она показала пустую чашу. Даже не так давно кто-то из братьев приводил пример, что одного очень богатого человека, миллиардера спросили, сколько же тебе нужно для полного счастья? И знаете, что он ответил? Он сказал, немножко больше, чем у меня есть. И так всегда у ненасытимости есть дочери, и эти дочери давай, да, давай. Мы открываем Бытие, 19 главу 17 стиха читаем. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Когда Бог принял решение истребить древние города, Содом, Гоморру, а вместе с ними и Сегор, город, то перед этим была беседа. Были определенные условия, а затем, видя, что они медлят и не хотят выходить, то эти трое, которые беседовали, они берут лота и те, кто были с ним, и вывелись за город, и показывают направление. Вот ступай в этом направлении, на гору, и условия, не останавливайся в этой окрестности и не оглядывайся. Спасайся, чтобы тебе не погибнуть. И мы, зная эту историю, знаете, когда вот иногда читаешь, какие-то условия кому-то были поставлены, и как он смог исполнить эти условия? И вот они идут, и когда тебе сказано очень конкретно, ты понимаешь, ты помнишь об этом. Шаг за шагом, а в гору идти тяжело, а там сзади что-то происходит. А там пролился огонь, а там осталось много близких людей, родных людей. А сердце туда рвется. И жена, мы можем рисовать для себя разные картины, как это могло произойти. Может быть, она на два-три шага приотстала сзади, когда все шли впереди ее, и она думала, я, вот когда все будут устремлены вперед, глаза всех, то я незаметно для всех оглянусь и увижу, что там происходит. Там не описывается нам ни в одном, ни в другом месте, о чем она думала, что именно побуждало ее оглянуться, почему так хотелось это сделать, хотя и она слышала, и она помнила то, что было сказано Господом. и наступил момент, когда она оглянулась, и в тот же миг она застыла соляным столпом во свидетельство о том, что если Бог говорит, если Бог провозглашает, если Он требует, то это не игра, это очень и очень серьезно. И поэтому, братья и сестры, для нас сегодня такой призыв в Новом году не оглядываться. Мы читаем числа, 14 глава, 4 стих, и сказали друг другу, поставим себе начальников и возвратимся в Египет. Когда соглядатые вернулись после этого похода, где они осматривали обетованную землю, которую Бог обещал, и увидели, кто там живет, эти сыны инаковые, великорослые, грозные, страшные, и они сказали, мы в глазах их были, как саранча, можем ли мы сразиться с ними? И когда сообщали эту весть Божьему народу, они настолько перепугали, они настолько устрашили своих собратьев. Буквально вчера я где-то читал такую информацию, что если мы пребываем в среде, где очень много негативных разговоров, информация, она правдивая, но такая тяжелая, а там вот то, а там то, 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 и когда вот длительное время и расстаются, как бы ты ни старался, она оседает в тебе, она тебя поглощает, и в итоге она тебя порабощает и преображает тебя. И вот эти вернулись. И когда один за другим, один за другим стали говорить, привели в робость сердце Израиля, и только двое из них, они говорили, да, это правда, сыны одинаковые, они грозные, великорослые, они действительно воины, но между нами и ими, Господь, мы же не одни, Он нас ведет, Его могучая рука над нами, Его сила сопровождает нас, Его охрана над нами, поэтому мы пойдем, мы одолеем, эта земля будет наша. Почему? Потому что Господь так сказал, а от нас требуется только идти. И уже в Новом Завете, Луки 9, 62, читаем, «Но Иисус сказал Ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Буквально недавно, когда мы принимали некоторых братьев и сестер или восстанавливали членов церкви, были молодые люди, которые пришли и сказали, «О нас? О нас когда?» И мы сказали всему свое время, «Чуть-чуть подождите, и этот вопрос решится, главное, чтобы вы не оборачивались назад, главное, чтобы вы следовали вот заданному курсу, и то, что в вашем сердце сейчас, чтобы оно было завтра, потом, и ваш вопрос решится. Но, к великому сожалению, прошло буквально несколько дней, и я узнаю, что один из них опять уклонился на старые дороги. Прошло немножко времени, я стал звонить второму из них, и узнаю, что он тоже уже в той яме, откуда так пытался выбраться. И поэтому, братья и сестры, для нас вот эти сюжеты, лод с семьей идет из города, обреченного на погибель. И вот эти условия, не оглядывайся. Когда-то Билли Грэм писал книгу «Мир с Богом», и он говорит, вокруг нас все сверкает, сияет, и привлекает наш взор, и пытается поработить наше сердце. Это сверкающие витрины, это фейерверки, это все новые методы в шоу-бизнесе, везде, и все рассчитывает на то, чтобы нас увлечь. Но мы должны закрыть свое сердце для всего этого, чтобы сохраниться. В первом случае было сказано, чтобы тебе не погибнуть. Не распыляйся, не растворяйся в этом мире, не лови все подряд, знай свой курс и держи тот путь, который приведет тебя туда, куда ты хочешь прийти. Слышишь разговоры? Закрой уши тогда, когда ты чувствуешь, что они разрушают твой духовный мир, твою внутреннюю, святую, Божью атмосферу. Может быть, я потом поделюсь словом «будьте совершенны, совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Христос, как подвел черту в этой нагорной проповеди. И никто, взявшийся за плуги, озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Я думаю, что любой из нас понимает, что такое идти за плугом. Может быть, молодежь, которая в городе родилась и выросла, они плохо представляют, что собой являет хождение за плугом. Но когда ты идешь за плугом, цель – провести ровную борозду. А когда ты хочешь и борозду вести, и еще все вокруг себя видеть, то она получится вот такая. Я много ходил за плугом, знаю, что это такое. Неблагонадежен для Царствия Божия. Поэтому, братья и сестры, да поможет нам Господь, чтобы, вступив в этот Новый год, мы не оглядывались. Мы не были рассеянными. Чтобы мы были целеустремленными. Чтобы были цельными, собранными. Чтобы были одним монолитом. И более того, еще хочу сказать, что сегодня через наше участие в этом служении мы подтверждаем, что мы одно тело. Мы церковь. Мы зависимы друг от друга. И мы дороги друг другу. Давайте скажем слава Господу. Для нас это очень и очень важно. Даже вот я читаю записки с нуждами. И нужда вновь и вновь повторяется. Помолитесь о нашем внуке Ромочке. Ему уже стало немножко лучше. Но наше желание, чтобы Господь его восстановил полностью. И представьте, что вот эту нужду мы читаем. и тысячи человек слышат, и в сердце каждого из нас она откликается тревогой, состраданием, сочувствием. И нам очень сильно хочется, нам очень сильно хочется, чтобы потом мы услышали весть, что Ромочка уже среди нас в собрании вернулся к родителям, к дедушке с бабушкой, в воскресную школу. И мы вместе будем благодарить Господа. Кто-то о спасении сына, дочери. Мама подошла, член нашей церкви, тоже о сыне, другая мама. И как приятно, после одних похорон, мы знаем всегда, что это тревога, это скорбь, это расставание, это печаль. Сестричка подошла и сказала, все-таки, как хорошо, что мы в церкви, как хорошо, что мы одна семья. Даже вот ты посмотрел в глаза сестре, и видишь, она тебе сочувствует, братство переживает, а тот старается подобрать такое нежное, теплое слово, чтобы утешить тебя. Как хорошо, что я в этой семье, что я среди Божьего народа, что я его дитя. Можете проговорить про себя прямо сейчас, братья и сестры, как хорошо, что я в этой семье, что я его сын, что я его дочь, что я его дитя, что у меня столько много сестер и братьев, что нас много. И вот перед нами это служение трапезы Господня. Мы не знаем, как долго еще будем совершать его. До того момента, когда Христос вернется, когда это будет, мы не знаем. Когда это совершится, нам только предпосылки сказаны. Вот какие-то знаки указаны, что вот тогда и тогда будет происходить вот это, вот это, вот это, смятение, тревога в людях, вообще нравственность, мораль, какие-то стандарты будут попираться, институты будут упраздняться. И ну, я думаю, что сегодняшнее время, это наиболее подходящее время, что сказать, это о наших днях говорится. Что если вот что-то должно предшествовать возвращении Иисуса Христа, то в самой большей степени подходит то, что происходит сегодня. Мы с вами живем как бы накануне или перед возвращениями Иисуса Христа. Ученики когда-то просили Христа, так скажи нам, когда это будет? Он им говорил, говорил, так ты говори, когда это будет? И он сказал, не ваше дело знать времена или сроки, отец, который положил в своей власти, а мы должны быть готовыми во всякое время. Я открываю ту же самую 11 главу первого послания Коринфянам и буду читать, попрошу встать на ноги, апостол Павел пишет, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, примите и едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечера и сказал, сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господня возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирают, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Братья и сестры, здесь какие-то требования предъявляются для нас. да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест. Павел не преследует цели, чтобы как-то воспрепятствовать нам для участия. Вот и подумал, обошел вокруг себя, взвесил, проверил и решил не буду. А Павел заметим, что всячески старается возбудить в нас веру. Проверил себя, осудил себя и верою принял прощение. Христос, когда ходил по земле, то Он вверял себя людям. И цель этого была, вот чудеса, какие-то события, учения Его состояли в том, чтобы в Нем узнали и узрели того, кем Он был на самом деле. и вопрос, а кто же это среди нас? Откуда Он? И вот конечная цель, чтобы сказать, помните, сотник стоял, смотрел на крест, и тьма содрогнулась, он сказал, точно, Он был Сын Божий. Вот это как раз и было Божьей целью, не только о том сотнике, а и о каждом из нас. На кресте умирал Божий Сын, Он пришел как Спаситель, мою вину, мои грехи взял на себя, чтобы я мог жить, мог радоваться и благодарить Его за ту вечность, которая открывается в Нем и через Него. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Зачем нужно ее возвещать? Для чего нужно это делать? Потому что лично для нас это спасительная смерть. Это искупительная жертва. Христос пришел, чтобы искупить нас. В древности, когда приходили покупать раба, то проверяли зубы его, покупатель мог избить его, посмотреть, как он реагирует, когда его унижают. И если он ему понравился, продавец выставлял цену. И если очень сильно хотел купить покупатель, то он рассчитывался и забирал его с собою. Но иногда покупатель имел доброе сердце и приходил только с тою целью, чтобы выкупить раба и выкупил объявить ему ты свободен. Можешь идти на все четыре, я тебе купил свободу. Именно с такой целью пришел Христос нас искупил, выкупил и сказал ты свободен. А я говорю да, я свободен от того, откуда ты меня искупил или вырвал. И я не хочу быть свободным без тебя. Моя свобода это ты. Моя свобода это принадлежать тебе. Слава Господу. Моя свобода это быть твоим и здесь и в вечности тоже. Поэтому братья и сестры прежде чем мы будем преломлять хлеб, разделять чашу. Мы помолимся. Помолимся друг о друге, помолимся каждый о себе. И я верю, что в этот час, когда мы слышали эти слова, наверное, мы проверяли себя. Так написано, Павел пишет, доиспытываешь себя человек. И какая-то тревога. Где-то мы видим, как лампочка загорается, вот здесь что-то, что-то неладно. Проверь вот здесь. И мы сейчас будем молиться. Если ты чувствуешь, что не только сам, а церковь должна тебе помолиться, твое желание такое, ты можешь сказать, ты можешь сообщить об этом поднятием руки. Мы нужду знать не можем, нас очень много. Но есть тот, который прямо сейчас видит сердце каждого из нас, видит мое сердце и знает, что в нем. Видит сестра твое сердце и знает, что в нем. Брат Господь видит твое сердце. Помните, я говорил, что жена Лота, она, может быть, сзади решила, оглянул, чтобы никто не увидел, но она забыла, что тот, который сказал и поставил условия, он видит. Он успеет уловить этот момент, когда ты оглянешься. Поэтому, братья и сестры, от него скрыть ничего невозможно, что бы там ни было, полагаем, подножье креста, там всесильное, всемогучая кровь Иисуса Христа, она смывает твой грех, она снимает вину, она дает свободу, дает победу. У креста были многие воины у подножия креста, разделяли одежды Иисуса Христа, бросая жребий, и Макс Лукадо писал, что эти капли крови падали со креста, разбивались брызги, и возможно, эти брызги попадали на воинов, но ничего не менялось, потому что в их сердцах не было веры, которая необходима для спасения, а тот, кто пришел под крест Голгофы, понимая, что там на кресте висит мой Господь, мой Спаситель, умирающий из-за меня, он получает прощение, спасение и избавление от своих грехов, мы будем молиться, мы будем обращаться к Нему, и живая вера в сердце каждого из нас даст свободу, даст победу и готовность для участия в этом служении, молимся. Господи Бог наш, благодарим Тебя сердечно, благодарим Тебя сердечно, Господь, за то, что в этом наступившем новом году мы совершаем трапезу Господню, заповедь, Господь, благодарим Тебя и славим за то, что мы по-прежнему осознаем с глубокой благодарностью в сердце о том, что мы Твоя церковь мы Твой народ, мы овцы паствы Твоей, мы Твои сыновья и Твои дочери, Господь, мы из себя составляем тело, мы зависимы друг от друга и потому дороги друг для друга, мы по-прежнему сознаем, что главой этого тела является Иисус, являешься Ты, Господь, Аллилуйя, и в нашем сердце в начале этого года желание, чтобы исполнить Твою волю, чтобы исполнить заповеди Твои, чтобы пройти теми путями, где Ты хочешь провести нас и сделать то дело или совершить то дело, которое Ты уверяешь нам, рассчитывая на нас, Господь, слава Тебе. Ты когда-то в горнице преломлял хлеб и, раздавая ученикам, говорил, это тело мое. Мы скоро тоже будем преломлять, помня, вспоминая Твои страдания, Твою смерть, Господь, тот позор и унижение, которые Ты принял за нас. Господи, Ты видишь сердце каждого брата и каждой сестры, видишь мое сердце. Мы нуждаемся, чтобы Твоя благодать, которая есть незаслуженная милость, она была применена по отношению к нам в прощении, в избавлении, в освобождении, в очищении, освящении. Аллилуйя, Господь! Ты это можешь сделать прямо сейчас. И мы идем к Тебе, понимая, что ни одного из нас нету без себя достойного и готового к участию, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И нашей праведности без Твоей недостаточно. Нам нужна Твоя праведность. Аллилуйя! Мы хотим облечься в нее, Господь, и потому только иметь готовность в наших сердцах быть участниками заповеди Господни. А во Отче, Господь, я именем Иисуса Христа благословляю Божий Твой народ. Я благословляю Божьих сыновей и дочерей Твоих. Аллилуйя! И прошу, пусть придет уверенность, Господь. Живая вера добудет сердце и великая благодарность за все совершенное Тобою. Тебе хвала и честь добудет Бог наш. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. И я прочитал и возблагодарил, преломил и сказал, примите и едитесь и ездить тело мое. Мы будем молиться о благословении хлеба, который указал на ловимое тело нашего Господа. Братья и сестры, будем молиться. Господи Бог наш, мы Тебя сердечно благодарим за то, что в этот первый воскресный день Нового года мы как церковь Твоя исполняя волю Твою совершаем заповедь Господню, вспоминая смерть и страдания нашего Спасителя Иисуса Христа, о котором пророчески было возвещено во многих случаях, о котором Иосифу было сказано, о котором пастухам над полями Вифлеема было провозглашено, а сегодня тот, таком возвещалось уже наш Спаситель, наш Господь, и в котором явилось наше спасение, и жизнь с избытком вечная жизнь, поэтому мы будем преломлять, будем вспоминать с благодарностью в наших сердцах, благодаря Тебе Бога нашего Отца и Сына и Духа Святого, аминь. Мы читали «И преломил». В Христе одно надежда есть, вся моя жизнь и сила в Нем Он камень мой, скала и песнь, надежный спутник страшный что, как высока любовь Его, как мир глубок, как с Ним легко, мой Утешитель все во всем, моя опора только в Нем. В Христе одном принявшем плод открылся всем могущий Бог, но дай любви, что дал Господь, отверг народ избрав ворог. Он на кресте себя дал, смиренье и гнев отца принял мой плед на плечи возложил, Его я смертью жил. В земле, как все, Он мертвым был, объявил тьмою свет небес, но в третий день Он победил и с гроба мрачного воскрес. Он благ и победитель всех уже не правит больше грех, навеки Он хозяин мой, я куплен кровью святой. Нет страха смерти, нет вины, все только силою Христа. От первых дней до седины, до смерти в нем моя судьба. Нет никого и ничего что вырвет из руки его, он приведет меня в свой дом, а я пора только в нем. седина, велика любовь отца, семья влина без меры, Ведь Сына Он отдал за нас, за грешных в искупленье. Как глубока вся боль была, смотреть на муки Сына. Но раны на руках Христа, путь к славе вечной жизни. Вися позорно на кресте, взял весь мой грех на плечи. Просни, кричу, не вдалеке, а в голосе насмешки. Там на кресте держал Его мой грех пока свершилось. И через Его последний вздох жизнь новая открылась. Так же и чашу после вечерей сказал Сия. Чаша есть новый завет моей крови, Сия творите, когда только будете пить мое воспоминание. Давайте помолимся о чаше. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты совершил для нас на кресте Голгофы. Благодарим Тебя за Твои страдания, за смерть, за то, что Ты отдал самого себя жизнь свою, пролил свою кровь невинную для того, чтобы сегодня мы могли иметь жизнь в Тебе, могли иметь победу в Твоей крови, могли прикоснуться к Тебе и пережить обновление, выздоровление, исцеление. Восстановление Своих духовных сил. Господь, я благодарен Тебе за то, что никто не мог другой сделать, Ты сделал. Ты пришел и Себя отдал для того, чтобы сегодня мы могли приблизиться к Богу, мы могли иметь общение с Тобою. И сегодня, Господи, прославляем Тебя, имя Твое святое, величаем Тебя за все совершенное Тобой. Господь наш, доверяемся в руки Твоей святые и благослови нас, братьям и сестер, которые будут прикасаться, Господи, к чашам крови Твоей. Пусть это будет прикосновение к саму Тебе, к Твоей жизни. И, Господи, они переживают Твое благословение, переживают Твое обновление. Исцеление Тебя пусть приходит, потому что Ты есть сегодня живой наш Бог. А мы Твои дети. Тебе слава и честь во веки веков. Аминь. Слава Богу, братья и сестры. Сейчас братья будут разносить хлеб и чашу. О чем я хочу сказать, что ищите веру в Вашем сердце. Сегодня, как и в те времена, для того, чтобы от Господа что-либо получить, восстановление, исцеление, обновиться в силе, это происходит только через нашу веру. Поэтому можете, как Павел говорил, я веривал и потому говорил, я верю, Господи. Я протягиваю руку хлебу, я верю, что я прикасаюсь к Тебе. Я беру чашу, я верю, Господь, что я Твоей крови прикасаюсь. И посмотрите, что будет приходить ответ от Господа. Я не так давно говорил, что сестра Таня Попкова, я ее вез туда, к больнице. И она сказала, Василий Михайлович, было такое чудо, когда вот было такое же служение. И я искала веру в моем сердце. Было очень высокое давление. И когда я прикоснулась, я почувствовала, что что-то произошло. Давление с тех пор нормализовалось и больше до такого уровня не поднималось. И врачи у себя тоже отметили. Она говорит, это совершилось именно тогда, когда призывали к вере. И я услышала, и в моем сердце откликнулась вера. И с верой прикоснулась, и произошло чудо. Давайте скажем, слава Богу. Но оно может произойти для каждого из нас. Поэтому, да, благословит Господь. Братья, разносите. Могут принимать члены церкви. Кто ни на замечание, ни на исключение. Ком свободная совесть. И гости, если только вы в мире с церковью и членами являетесь, вы можете участвовать, если нет, то пусть церковь решит ваш вопрос, и уже там будете принимать участие. Да, благословит Господь. Когда берете хлеб, руку подставляйте, чтобы крошки на пол не падали. Это святыня. Чашу тоже берите аккуратно. У нас чаши тяжелые, стеклянные тяжелые. Чаши рассчитывайте на вес. И самое главное, вера в сердце. Я вас благословляю, дорогие братья и сестры. Боже мой, Боже мой, Для чего ты оставил меня? Если воля Твоя, Да мне будет чаша сила. Мощь не моя, А пусть будет воля Твоя, Когда пришли Иисуса взять, Когда Иуда пришел предать, Бог предается, Бог предается, Кровь невинная. За людей, за людей, Умер Сын Божий на кресте, Умер Сын Божий на кресте, Умер Сын Божий на кресте, Жизнь отдал. Боже мой, Боже мой, Умер, Сын Божий, на кресте. Жизнь отдал, Жизнь отдал Христос за нас. Жизнь отдал, Жизнь отдал Христос. Жизнь отдал, Жизнь отдал Христос за нас. Жизнь отдал, Жизнь отдал, Жизнь отдал Христос. Жизнь отдал, Жизнь отдал Христос за нас. Жизнь отдал, Жизнь отдал Христос за нас. Вися позорно на кресте, Взял весь мой грех на плечи. Распни, кричу, не вдалеке, А в голосе насмешки. Там на кресте держал Его, Мой грех пока свершилось. И через Его последний вздох, Жизнь отдал Христос за нас. Новая открылась. Хвалиться нечем недавно, Талант и мудрость блекнут. Хвалюсь теперь одним Христом, Насмертью воскресшим. Чем заслужит такой любви, Во веки не узнаю. Но в сердце песня одна звучит, Мой выкуп его раны. Чем заслужил такой любви, Во веки не узнаю. Но в сердце песня одна звучит, Мой выкуп его раны. Чем заслужил такой любви, Во веки не узнаю. Падает на землю кровь Христа, Кровь Христа падает на землю, Падает на землю кровь Христа. Этой кровью я омыт и освобожден, Этой кровью исцелен. И ей же спасет Иисус всегда со мной, Он спаситель мой, Мой выкуп его раны. Падает на землю кровь Христа, Этой кровью я омыт и освобожден. Этой кровью исцелен, И ей же спасет Иисус всегда со мной, Он спаситель мой, О кровь Христа, Кровь Христа, Кровь Христа падает на землю, Кровь Христа, Кровь Христа, Кровь Христа падает на землю, Кровь Христа, Кровь Христа, Этой кровью я омыт и освобожден. Этой кровью исцелен, И ей же спасет Иисус всегда со мной, Он спаситель мой, Кровь Христа, Кровь Христа, Кровь Христа, Этой кровью я омыт и освобожден. Этой кровью исцелен, И ей же спасет Иисус всегда со мной, Он спаситель мой, Этой кровь Христа, Кровь Христа, Сибиря Христа, Сибири Христа, Этой кровью я омыт и освобожден. все темные силы пытаясь вредить не смогут ее победить клеветник несет обвинения но вера тверда как гранит нет ныне тому осуждения но кровью иисуса мы я кровью иисуса мы мой грех с меня снят и забыть благо дачу спасен праведен свят и прощу я кровью иисуса мы от дьявольских костей надежно закрыт против меня враг не устоит я кровью все темные силы пытаясь вредить не смогут ее победе и несет обвинения но вера тверда как гранит нет ныне тому осуждения то кровью иисуса мы я кровью иисуса мы мой грех с меня снят и забыть благо датью спасен праведен свят и прощу я кровью иисуса мы от дьявольских костей надежно сокрыт против меня против меня я кровью иисуса я кровью иисуса мы мой грех с меня снят и забыть благо дачу спасен праведен свят и прощу я кровью иисуса я кровью иисуса мы от дьявольских костей надежно сокрыт против меня враг не устоит я кровью иисуса мы я помазан жизни моей кровью иисуса нет жертвы сильней все темные силы пытаясь вредить не смогут ее победить ты ведь не несет обвинения но вера тверда как гранит нет ныне тому осуждения кто кровью иисуса мы я кровью иисуса мы мой грех с меня снят и забыть благо датью спасен праведен свят и прощу я кровью иисуса мы от дьявольских костей надежно сокрыт против меня враг не устоит я кровью иисуса мы я кровью иисуса мы мой грех с меня снят и забыть благо датью спасен праведен свят и прощу я кровью иисуса мы от дьявольских костей надежно сокрыт против меня враг не устоит я кровью иисуса мы иисуса мы